МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии. Ольга Пырычкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объективно и спокойно в Чебоксарах обсудили итоги прошедшего единого дня голосования. Дорогам качественный ремонт. Министр транспорта Чувашия проинспектировал строительство дорог Новочебоксарска. Фонд развития гражданского общества опубликовал очередной 10-й рейтинг эффективности глав регионов России. Михаил Игнатьев поднялся на 9 пунктов и занял 37-е место из 83-х. Руководители двух субъектов Федерации, Республики Коми и Иркутской области, в данном исследовании не участвовали. Список губернаторов состоит из трех групп руководителей с очень высоким рейтингом, высоким и средним. Глава Чувашия Михаил Игнатьев входит во вторую группу. У него 68 баллов по 100-бальной шкале. Методика рейтинга построена на основе пяти тематических модулей. Первый объединяет социологические исследования фонда «Общественное мнение» и экспертные оценки. Второй модуль основан на данных Федеральной службы государственной статистики. В третьем модуле оцениваются показатели социального самочувствия регионов. В четвертом – экономическая ситуация в субъектах. В пятом модуле анализируется медиа-составляющая деятельности глав регионов. Мы видим положительную тенденцию. Помним, что в прошлом рейтинге он был на 46-47 месте. В этом рейтинге он на 37-38 уже месте. И это высокий рейтинг. Очень хорошо, что Михаил Игнатьев преодолел все эти понижающие коэффициенты. Это было шесть позиций, как раз вы видите. И три позиции еще дополнительно он прирастил на основании обычных традиционных показателей. Это говорит о том, что все-таки Михаил Васильевич работает эффективно и все-таки реализуются планы, реализуются обещания, в том числе и предвыборные обещания. И, конечно, очень здорово, что есть позитивная тенденция и она укрепляется. Поэтому, со своей стороны, я хочу подчеркнуть, что работа двигается в командном режиме. И это очень важно, потому что, если есть слабые зрения в команде, то, конечно, такого результата бы не было. Поэтому видно, что он тщательно следит за назначенным правительством, за назначенными выбранными кадрами в своей команде и очень трепетно относится к мнению людей, к мнению журналистов. И он понимает, что он работает для людей, работает для общества. Поэтому очень важно слышать, воспринимать сигналы, которым он посылается и двигаться вперед. Повышение рейтинговых позиций главы Чувашской Республики Игнатия Михайловича в сентябре, конечно же, в первую очередь вызваны единым днем голосования, которые прошли 13 сентября. И, как вы знаете, 65% оказали поддержку кандидату в главу Чувашской Республики Игнатия Михайловича. Благодаря этой поддержке он стал сегодня главой Чувашской Республики, конечно, это не могло не сказаться на рейтинге. Сегодня уверенно можно сказать, что итог и результат рейтинга сентября – это работа не одного дня. У него есть реальная возможность усилить и подняться в этом рейтинге выше. Это целеустремленность, работоспособность и, конечно же, самое главное – желание работать, что мы все видим. И что сегодня очень важно, наверное, не только для нашей республики, не только для нашего главы, очень важно, что Игнатий Михайлович не дает пустых обещаний. В этом плане очень сдержан. И если что-то говорить, то, конечно же, стремится претворить это в жизнь. Это стоит дорогого. Чебоксары по праву носят название столицы релейной защиты. Продукция электроэнергетического кластера Чуваш известна во всем мире. Поэтому участники российско-итальянской рабочей группы с особым интересом знакомились с предприятиями, работающими в этом направлении. Одним из них стал исследовательский центр «Бреслер». «Бреслер» проводит полный спектр работ по релейной защите и автоматике. Санкционные условия в некоторой степени сыграли ему на руку. Ряд европейских компаний потеряли в России свой рынок. И сегодня «Бреслер» ведет активные переговоры с немецкими предприятиями по выпуску их продукции на территории России. Представители итальянской компании «Экотерра», которые занимаются вторичной переработкой материалов, тоже подумывают о такой практике развития бизнеса. «В своем производстве мы можем использовать технологии инноваций, которые мы сейчас наблюдали на предприятии «Бреслер». В наших планах есть постройка заводов на территории России. Я думаю, что мы сможем применить новые технологии, которые сегодня увидели уже на производстве, которое мы выполним в Россию». «Трудности, которые могут возникнуть из-за запретов со стороны Европы, итальянцы считают некритичными. В Россию можно направить наши ресурсы, знания, технологии, ноу-хау. В такой большой стране достаточно ресурсов, чтобы реализовать наши проекты», – рассуждает Майкл Делла Гатта. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, «Республика». 15 лет Волжский филиал МАДИ готовит инженеров, строителей, экономистов, менеджеров, специалистов в области информационных технологий. Если первых выпускников филиала было около 200, то в этом году МАДИ выпустил более 600. По 20 специальностям и направлениям подготовки. Выпускники Волжского филиала МАДИ востребованы на рынке труда. Сфера строительства дорог развивается семимильными шагами, и в этой отрасли рабочие руки всегда будут нужны. Кстати, учиться в Чувашию многие абитуриенты приезжают из других регионов. Перспектива у вас хорошая, спрос на рынке труда огромен, потому что ежегодно в динамике больше строится дорог, больше строится разных магистралей. Современная техника появляется, этой техникой надо управлять, обеспечивать обслуживание. Я у вас был, и на самом деле хочу поблагодарить, подчеркнуть, выражая свою благодарность Наталью Нова и всему вашему молодому преподавательскому составу. Выпускники института работают в различных министерствах и ведомствах республики, и работодатели ими довольны. Бывшие же студенты, в свою очередь, благодарны педагогическому коллективу. Сегодня лучшие из лучших получили заслуженные награды. Юлия Важенина, Олег Кикимов, Республика. Итоги единого дня голосования 13 сентября в субъектах Приволжского федерального округа сегодня обсуждали за круглым столом. В Чебоксары приехали члены территориальных и муниципальных избирательных комиссий республики, а также гости из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Кировской области. Какие тенденции характерны для выбранного процесса и какие проблемы надо решить в преддверии новых выборов 2016 года в нашем репортаже. 13 сентября в России завершились более 10 тысяч избирательных компаний. Избрано 92 тысячи депутатов. Что касается Приволжского федерального округа, то здесь в четырех регионах выбирали главсубъектов. По словам Александра Цветкова, председателя ЦИК Чувашии, единый день голосования в республике прошел спокойно и объективно. Но на выборах всегда есть конфликт, и приигравшие всегда ищут причины своего поражения. Либо административный ресурс, либо нарушение со страны конкурентов. Наша задача, самая главная, которую мы считаем достойно выполнили, обеспечить тайное голосование. Чтобы вот после того, как избиратель зашел в кабину для тайного голосования, никто и не мог его проконтролировать, как он голосует. И он уже голосовал по своим убеждениям, по своей совести. И затем уже избирательные комиссии должны посчитать объективно все те галочки, все те отметки, которые есть в избирательных бюллетенях. Во время прошедших выборов была налажена эффективная работа с правоохранительными органами. Удалось предотвратить вбросы бюллетеней и факты нарушений общественного порядка. Хотя сами участники выборного процесса вели себя не всегда адекватно, заметил руководитель ЦИК Мариел. Бывало, что на членов избирательных комиссий оказывалось серьезное психологическое давление. Ну вот мы столкнулись впервые, я занимаюсь выборами 10 лет, с такой вот агрессивной, как бы, агрессивным поведением. К сожалению, уголовный кодекс не оценивает хамство и вот эта наглость. Еще кампания только началась, только открылись участковые избирательные комиссии. Все члены комиссии, председательского комиссии получили предупреждающие письма о том, что, значит, мы вас персонально предупреждаем о том, что, значит, у нас есть сведения, мы предполагаем, что вы будете заниматься фальсификациями. Большую роль в организации проведения выборов сыграли и средства массовой информации, по мнению председателя ЦИК Чуваши Александра Цветкова. Журналисты готовили объективные материалы, что помогло увеличить явку избирателей. Профессиональная работа журналистов привлекла на избирательные участки и жителей Татарстана. Мы арендовали пирамиду и в течение вот практических дня, это в режиме нон-стоп, мы проводили именно вот эту работу. И практически каждые полчаса, к вниманию СМИ, представлялись и актуальные электоральные статистики, и комментарии представителей экспорта сообщества, и участок в избирательном процессе. Ну это же так же, как помните, вот когда федеральные выборы, практически избирательный цикл у нас проводят же, вот таким же макаром мы проводили. Знаете, вот после обеда, после обеда, это в какой-то мере повлияло на явку. В работе круглого стола принял участие и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Он обратился со словами благодарности ко всем, кто принимал участие в едином дне голосования. Это была одна из самых масштабных и сложных избирательных кампаний последних лет, это Александр Иванович подтвердил. И одновременно состоялись, потому что выборы глав регионов, и главы регионов, и органов местного самоуправления, не только у нас, и соседних регионов Привовского федерального округа. Выборы в республике прошли прозрачно и открыто, на конкурентной основе. Об этом я сам, как бывший кандидат, подчеркивал. Урожаю по этому словам благодарности всем, кто помог провести выборы на высоком организационном уровне, сотрудникам избирательных комиссий, прежде всего председателям, руководителям и территориальных комиссий, и участковых избирательных комиссий, независимым наблюдателям и, конечно же, нашим жителям Чуваши. Выборы 2015 завершились. Подсчитаны все цифры, проанализированы все результаты, сделаны выводы. Но расслабляться не стоит, подчеркнули участники круглого стола. Через год избирателям предстоит назвать именно тех, кто будет представлять их интересы в региональных парламентах и в Государственной Думе Российской Федерации. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Сегодня в Ядрине на улицу Молодежная вернулась детская площадка с дополнительными качелями и каруселями. Ее история вызвала резонанс в республике, ежедневно она обрастала новыми подробностями. Сегодня в этой истории, надеемся, поставлена точка. В сентябре этого года на этом самом месте детскую площадку установил один из предпринимателей. Неделю назад она была демонтирована, а по городу сразу поползли слухи, что ее таинственное исчезновение связано с проигрышем бизнесмена на выборах в местное собрание. Оказывается, что на несоблюдение норм безопасности на игровой площадке пожаловалась одна из жительниц, и предприниматель демонтировал ее собственными силами, не предупредив никого. Сегодня на старом месте установили новую детскую площадку, причем детских игровых форм стало больше. Кроме горки есть качели и карусель. Детская площадка полностью отвечает всем стандартам безопасности. Совсем недавно Даши Кудряшовой исполнилось 6 лет. С первых дней жизни она борется за жизнь. Девочка родилась раньше срока, а в 3 месяца врачи поставили ей диагноз ДЦП. Для полноценной жизни Даши необходимо постоянно проходить курсы реабилитации. Уже 6 лет Даша вместе с мамой каждый день занимается ЛФК, учится говорить с логопедом, посещает массажиста. И хотя родители делали все, что советовали врачи, значительных улучшений не было. Последний раз девочка проходила реабилитацию в Челябинске. Именно там она стала держать голову, ползать и даже делать первые шаги. Чтобы Даша научилась самостоятельно ходить и, возможно, даже бегать, курсы должны быть регулярными. Мы раньше сидела чуть-чуть, несколько секунд, а сейчас там несколько минут сама, без поддержки. Это уже большой прогресс для нас. Мы как раз хотим по реабилитациям поездить, как раз окрепнуть, на ноги встать и хотим на своих ножках пойти в школу. Собрать денежные средства для реабилитации необходимо к началу декабря. Сумма немаленькая – 171 тысяча рублей. С помощью некоммерческого фонда «Это чудо» на сегодняшний день уже удалось собрать почти 100 тысяч. По словам Натальи, руководителя фонда, благотворительность – настоящее чудо, которое объединяет незнакомых людей, чтобы помочь. Любая сумма может спасти жизнь ребенка. Любой вклад очень важен для нас. Детей с тяжелыми заболеваниями нужно постоянно поддерживать. Не только материально, они нуждаются и в нашей моральной поддержке. Благотворительный фонд устраивает праздники для этих детей, поздравления. Устраиваем различные музыкально-поэтические встречи для того, чтобы они не чувствовали себя отдельно от нашего общества. Узнать, как можно помочь особенным детям, можно на сайте благотворительного фонда. А для того, чтобы способствовать исполнению Дашиной мечты, достаточно отправить смс на номер 4647 с текстом «Дарья» и суммой, которую вы хотите перечислить. Благодаря вам у девочки появится шанс встретить Новый год уверенно, стоя на ногах. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова